здравствуйте дорогие друзья уважаемые зрители слушатели моего канала в ютубе моего блога и других сайтов я фролов юрий андреевич продолжаю свою рубрику по продуктам питания тем напоминаю кто не любит любые рекламные потому что он не только так сказать популярно образовательный там какой-то информационный видео этот ролик но и конечно рекламный то что это моя продукция это часть моей жизни моего дела это натуральные органические продукты которые мы производим продаем и вот сегодня я хочу рассказать о зернах крупах ну и все что с этим связано показать вам фотографии сейчас вы это увидите но вначале просто покажу вот мой блог и фролов точка ру скажу вам так у меня есть плейлисты да что такое плейлисты на это значит разделы тематические сейчас мы их посмотрим кстати вот прошлый ролик был провод кемали из ки из кизила и хренадерку мои уникальные соусы сейчас давайте посмотрим плейлисты не всем интересна эта тема по продуктам я понимаю кому-то интересно вот про долголетие долгожители аналитику кому-то по здоровью где по лечению болезни по причинно-следственным так сказать фактором заболеваний и так далее где все объясняю вот в основном это людям нравится да я понимаю есть здесь другие интересные разделы в том числе продукты для здоровья то есть продукты питания вот эти мои да и о них я рассказываю здесь вот видите там ролики по шоколаду и других очень много там разных поэтому если вам это интересно смотрите нет ну значит не нужно соответственно смотрите другие разделы так с этим ясно продолжаем значит смотрите это просто фотография как бы с выставок ярмарок кстати следите за новостями подписывайтесь на новости в блог или на канал надgar.com на сайт если вы подпишетесь вам будут приходить уведомления о каких-то мероприятиях ярмарках конечно они только в москве проходят и многим отгородним это не интересно но вы не волнуйтесь если вас вообще это интересует то мы можем отправлять продукты как мы это собственно и делаю любую точку страны и даже мира ну и вот у нас огромное количество большой ассортимент нашей продукции я вам покажу где его найти чуть дальше давайте переходить уже непосредственно к видам некоторым я покажу не все потому что у нас очень большой ассортимент ну покажу лишь некоторые вот такие значит съемки некоторых круп злаков зерен ну в общем вот гречка в данном случае зеленая живая очень качественная гречка которая прорастает буквально часов за 12 естественно вот расторопша кстати это лечебная уникальная гепатопротекторная одно из самых сильных средств на свете то есть для печени для регенерации клеток печени гепатоцитов очень полезная вещь своих лекциях я расскажу как это делается как применяется но даже при гепатите c при других серьезных заболеваниях вообще при укреплении печени всегда это рекомендуется кунжут уникальнейшая в данном случае темный кунжут с одного места казахстана где человек занимается вот один наш знакомый только этим только этим конечно сами вы понимаете что всю продукцию вырастить мы не можем выращиваем только части и поэтому мы сотрудничаем с нашими друзьями которые исторически сложились наши отношения с порядочными качественными там либо биофермером назовем их так крестьянскими хозяйствами при тнк пугачевский в пензенской области к примеру они с 83 года занимаются органическими продуктами экспортируют даже германию на пензмаше в свое время еще советское время заказывали специальные плуги и другие тех техники насадки которые не пахали глубоко то есть почти без пахотное земледелие то есть это такой первый советский был эксперимент еще до получения такого ну природного земледелия и конечно великолепная продукция с сертификатами био вот к примеру оттуда ну и не только с очень многих наших других хозяйства знакомых которые выращивают одну-две культуры например да но именно органические натуральные но вот он кунжут великолепный очень качественный кунжут прорастает быстро ведь его что-то его кунжут это например в кунжуте в маке ведь на скажем кальция в 20 раз больше чем в молоке любимом который всегда это кальций молоко если уж на то пошло где больше всего кальций конечно кунжуте в маке во многих злак а семена прорастают то витаминов них витаминов становится в десятки раз больше например кунжут прорастеть если то вот например спящим семечке тоже немаленькое количество витамина c но если его прорастить на пятый день в 20 раз больше становится из количество витаминов синтезируется увеличивается при проращивании проращивать их очень легко но подсолнечные к семена вот тоже уже очищены органически очень вкусные качественные недорогие у нас продаются. Вот такой прекрасный подсолнух. Ну, что касается, поскольку мы говорим о зернах, таких как пшеница, овес, ячмень, рожь, кстати, и голозерный овес, голозерный ячмень, то мы делаем муку. Мы делаем муку на каменных жерновах и продаем муку, печем хлеб. Ну, хлеб шесть сортов в прайсе это есть. Сейчас об этом пока говорить не буду. Отдельный ролик сделаем. Мы делаем из гречневой муку, соответственно, из гречки. То есть, из любых зла. И даже рисовую. Ну, различные пшеницы. Есть полба, спельта. Вот горох. Ну, и не только горох. Мут, маш. Прекраснейшие бобовые. Даже пшено. Настоящее то самое пшено, которого уже давно нигде нету. Только вот еще в советское время, напомню, только это органическое. Вот прекрасная пшеница. А вообще, вот посмотрите фотографию одну из выставок. Вот у нас даже и полба, и спельта. Это старые твердые сорта пшеницы. Тоже у нас есть. Вот нут, маш. То есть, пожалуйста, бобовые различные. Рис белый, вот этот пакистанский, который мы раз в 3-5 лет завозим с Пакистана. Это супер басмати сорт, который в штольнях до 3-5 лет сушат. То есть, он, кстати, чем старше, тем он дороже. Это как вот с чаем. Это, конечно, рис уникальный. Кто варит, ну, конечно, это надо варить. Это не для всех. Для сараидов не подойдет. Для остальных людей – да. Вот кто любит рис, как некоторые мои знакомые говорили, что после этого риса другой просто физически есть невозможно. Даже если он куплен в самых дорогих магазинах, там, самых, там, элитных сортов. Это действительно так. Это уникальный рис. Вот просто советую, кто еще не пробовал. Так, значит, это супер басмати. В прайсе найдете. Ну, белый лен. У нас есть и коричневый тоже лен. Белый. Один из лучших. Это крупные семена. Посмотрите, какая степень очистки. Семечка к семечку. Это фактически семенной фонд. То есть, самое высокое качество семена. Вот масло из него жмем. Масла – это отдельная тема. Я обязательно сделаю обзор по маслам. Кое-что расскажу, но попозже. Так, ну, вот различные в плевлах, то есть, в оболочках, и у нас и ячмень, и, так сказать, овес, пожалуйста. Это все тоже есть. Тыква. Семена тыквы есть, сорта очень ценные. Например, голозерная. Он, во-первых, без оболочки уже идет такой сорт. И они, знаете, так сказать, сладенькие, такие вкусные, очень. Ну, я уж не говорю о том, что тыква содержит много цинка, например. А цинк – это очень важный микроэлемент, который необходим для многих функций организма и жизни. И очень важный. Ну, и медь, и прочее. Но тут ведь еще и от почвы зависит. Я напоминаю, вся наша продукция выращена не просто на бесхимии, а на почвах очень плодородных. То есть, там много минералов, а это важно. Ну, и к тому же, это очень вкусно. Тыквенные масла мы тоже отжимаем, но тыквенные семечки, вот эти, они сладенькие, они вкусные. Причем, это еще антипаразитарное средство, как дополнение к антипаразитарной программе, очень ценное. До стакана в день. В течение 7 дней подряд, когда проходит курс антипаразитарный, я рекомендую принимать вот в таких больших дозах есть тыкву. Ну, овес, обычный овес. Его можно проращивать, если зелень кто-то срезает. А так у нас есть голозерный овес, то есть, который плевел лишен, то есть, он вот так растет. Это вот старый сорт вот такого вида. Ну, пожалуйста, рожь, значит, вот таким вот образом тоже хорошие, качественные. Это мак, тоже зеренка к зеренку, изумительный качественный мак. Вот. Что ж, конечно, у нас большой прайс-лист. Я показывать... Я вам очень просто покажу сейчас просто, где он находится, чтобы вы представляли. Вот наш сайт nadgar.com. Значит, вот вы нажимаете скачать прайс-лист. В левом нижнем углу экрана он у вас скачивается. Переносите на рабочий стол. Делаете заказ. Вообще, в разделе доставка и оплата, вот здесь, очень подробно сказано, как делается заказ. Чтобы не ошибиться, есть видеоролик. Посмотрите его обязательно. Особенно для иногородних клиентов. Да и вообще, чтобы просто не ошибиться и сэкономить друг другу время. Это будет правильно и справедливо. Ну, и внизу, как вот правильно сделать заказ, еще текстово написано. Лучше видео все-таки посмотреть. Прайс-лист есть общий на всю нашу продукцию. Там и медная посуда, там и, значит, все. Приборы по воде, помимо продуктов питания, все что угодно. Масла. Но отдельный прайс по лечебным грибным препаратам. А вот в самом низу мы выкладываем, когда у нас какая-то ярмарка проходит в Москве, вот как сейчас, например, в ближайшее время будет. Или уже прошла, если вы смотрите ролик после. Это неважно, да, потому что мы периодически их устраиваем. То здесь особый прайс. То есть, то, что мы берем с собой. Вот. Как делается заказ, понятно. Неважно, в каком городе мы отправим. Только надо нюансы учитывать по климату, по погоде. Потому что понятно, что какой-нибудь там замороженные продукты в другой город, который там семь суток идет, например, там транспортная компания отправлять нельзя в тепле. И наоборот, когда мороз на улице, мы отправляем компаниями, ну такими, как Желдур экспедиция, в тепле, чтобы пришло качественно, ясно, что заморозку туда чуть-чуть отправлять нельзя. Ну а летом напротив. То есть, вот это надо учитывать. Хотя, конечно, в этом разделе мы очень подробно описываем и будем еще дописывать вот как такие нюансы в плане продуктов по термостойкости там, и чтобы наоборот не испортились, мы отправляем. Но мы все эти вопросы решаем. Опыт в этом огромный. Вот. В этом плане проблем не будет. Что еще хочу вам, дорогие друзья, сказать? Показать. Покажу вам про некоторые наши другие группы продуктов, которые мы просто потом обязательно сделаем. Я сделаю отдельные вот такие небольшие знакомительные ролики. Я вот в прошлом видео говорил о наших двух соусах, хотя упомянул и третий. Это аджик вот эту. И в которой составе даже есть дикие травы. Ну, кстати, вот это показано наш, один из таких не цехов, а складов, да, где большой холодильник. Вот эти морозильники Липхер мы используем. При минус 28 храним то, что должно быть заморожено. Ну, а это, разумеется, приправа, конечно, не замораживается. Вот в таких баночках. Вот она, как выглядит, я ее художественно, что называется, сфотографировал. Вот открытая баночка. Там 8 видов диких трав. Помимо, конечно, нескольких видов перца и соли и так далее. Вот. Наши вот эти вот заготовки, все, что выращено в эко-поселении, в моем хозяйстве, в картошино. Безусловно, это много овощей, но овощи это отдельная тема. И вот маринованные такие овощи. Это кабачковая икра. Великолепная такая кабачковая икра, которая тоже делается у нас в картошино. Вот такие, но в плане овощей, вот это томаты, которые даже зимой выращиваются под специальными гелиоколлекторами, в солнечной инсталляции получается как на шарате Туниса. То есть, это безумный вкус. Помимо того, что сорт подобран особый, один из крымских сортов, это вкуснее, чем крымские летом в Крыму порой. Именно за счет вот этих уникальных технологий. Значит, ну, конечно, будет раздел и отдельное видео по сухофруктам. Я думаю, в самое ближайшее время. Это особая важная очень тема. По орехам. Потому как по орехам я ничего не говорил, а у нас очень много ценных вкусных орехов. Таких, как кишью, и наш фундук лесной, и, так сказать, грецкий орех, и другие, другие. Но это отдельно. По травам. Лекарственные, лечебные травы, собранные в экопоселениях. Вот такого качества. То есть, подход, вы видите, это не солома накида, ну, условно, да, а с душой действительно на травные кусочки. Травы, правильно заготовленные, когда надо, собранные. Посмотрите, прайс, там есть около 20 видов трав. Вот, например, почки сосны, там, например, и так далее. Да, много всего. Иван-чай, великолепнейший, как один мой товарищ сказал, что я все время Иван-чай покупаю в разных местах, пью. Но после того, как у меня вот попробовал он, он говорит, я ощущение, что до этого пил солому. Вот прям дословно. Масла. Наши масла, значит, их видов 15 тоже, которые отжимаются. Свежие всегда хорошие. Разные виды меда. Ну, и, конечно, наши ягоды. Ягоды перетертые. Вот в данном случае земляника здесь показана с сиропами, либо виноградной, либо топинамбур. Они заморожены, потому что единственный способ сохранить качественные витамины и все. И эфиры даже. Это, конечно, особая наша уникальная тема. Они заморожены. По 0,4 баночки. Литра 0,4. Значит, третьи килограмма нет-то. Посмотрите, тоже в прайсе есть. Ну, конечно, овощи, понятно. И вот, в частности, кадр моя рука, левая рука, правую. Фотографирую. Вот свекла. Это в картошину, например, плоды корнеплоды, морковь, свекла, репа, редька. Там у нас три вида редьки. Это, пожалуйста, все берите. Вот капуста, видите, великолепная. Ну, и, конечно, как я обещал, будет обязательно по нашей муке, так сказать, кедровой капки. Тоже моя. Ну, все фотографии это мои. Я и фотографирую сам. И у меня большой фотоархив. Вот я решил разобрать его и сделать такие видео, чтобы вы могли посмотреть и нашу продукцию. Ну, заодно что-то интересное рассказать про какие-то свойства, про нюансы. А, кстати, на самом деле, у меня ведь есть еще по органическому земледелию очень интересные видеоролики. Я вам очень советую их смотреть, потому что вот давайте я даже покажу. Вот такие пригласительные ролики, во-первых, бывают, да. Когда вы смотрите какой-то в канале на ютубе у меня видео, то справа мои появляются другие видео, да, это понятно. А есть вот в разделе, есть у нас такой раздел по органическому земледелию. Вы его найдете. И там видео, как подготавливать почву, как работать в теплицах парниках. Ну, кому это интересно, конечно. Так что, дорогие друзья, смотрите продолжение вот таких вот моих видео, видео, где я из фотослайдов показываю, рассказываю вам какие-то интересные вещи о продуктах. Если интересно, пишите. Ну, а кто пробовал те или иные продукты, кто уже является нашим постоянным покупателем, пожалуйста, напишите отзывы прямо вот в чате, например, под данным видео, чтобы другие люди тоже видели, что это вот не только я нахваливаю, а действительно говорю как есть. Как вот, например, только вышел первый ролик и буквально на следующий день очень много людей уже написала, что да, я пользуюсь всю эту продукцию, покупал великолепно. Даже, честно говоря, написали некоторые так, как будто, ну прям, что называется, даже заказной такой вот отзыв не напишешь, да. Но вот мы этого, конечно же, не делаем. Пишут люди, простые люди, покупатели, те, кто у нас продукцию эту берут. Ну, а так, приезжайте на ярмарки, выставки. Кто может приезжать, мы в Москве их устраиваем раз в месяц примерно сейчас будем устраивать, скорее всего, ну или в два месяца хотя бы. А так в любой город страны или мира, смотря какую продукцию, конечно, вы можете заказать. Обязательно для этого сделайте простую вещь. Просто зайдите на сайт nadgar.com, посмотрите раздел «Доставка и оплата», скачайте прайс-листы, пришлите нам, и мы пришлем вам соответствующую продукцию в ваш город, страну. Ну, а если вы можете приехать к нам под Зеленоград на наш склад-базу, приезжайте, пишите нам на почту. Наша почта вот здесь, arowana-sobaka-bk.ru, нажали, ну, в разделе «Доставка и оплата» появилось окошко, пишите «Город такой-то» или там, если Москва, Москва, дальше как зовут, и тема уже, текст письма, что вы хотите, прикладывайте сюда файл, если заказ готов, и все, мы вам, соответственно, отправляем, отсылаем, или по Москве развоз есть, или к нам приезжайте. Ну, в общем, давайте до новых видео в данной рубрике. Если вам она интересна, смотрите этот плейлист в канале YouTube, либо у меня в блоге. Ну, а кому нет, пропускайте, просто смотрите темы, которые вас интересуют. Ставьте пальчики вверх, то есть, так называемые лайки, если вам интересно, ну, а если нет, то просто не смотрите. А если уж что-то негативное усмотрели в моих видео, тогда пальчик вниз хотите поставить, так обоснуйте почему, а не огульно, так сказать, как, знаете, просто пришел, нагадил, ушел. Ну, неинтересно, так не смотрите, я же снимаю для тех, кого у меня есть большая, так сказать, ну, такая, ну, назовем это армия, так, зрителей и клиентов, в том числе, которые покупают мою продукцию. А я, благодаря того, что занимаюсь иной недельностью, имею возможность снимать разные видео, заниматься изучением, так сказать, многих тем, технологий, создавать что-то новое. Вот приезжайте, кстати, к нам в эко-отель в Пушкинские горы, посмотрите про него тоже ролик на канале YouTube, либо в блоге. Обязательно, особенно вот в летний, в теплый период, это просто великолепно. Места красивые, Пушкин, ну, что тут говорить, да? Так что смотрите мой канал, у меня очень много интересных тем, каждый, я уверен, из вас подберет себе нужную, интересную. Я буду продолжать рубрики по долголетию и по здоровью обязательно, и многие другие, даже по путешествию. Вот мне некоторые вспоминают, пишут, а когда вы будете? Я говорю, да надо, все руки не доходят, обязательно. По интересным путешествиям по России. То есть такие буду показывать даже кадры и комментировать, рассказывать интересные истории. Ну что ж, дорогие друзья, всего вам самого лучшего. До связи. Увидимся.